В ночь мы шли по высотам 4 500-4 600, без какого-то специального высокоговорного снаряжения. Я на противопехотной мине подорвался в последний день этой операции Шутульской. Ребята, нам в отличие от многих других стыдиться нечего. Бобо говорит, вот американцы-то скоро уйдут, когда вы к нам вернетесь, чтобы навести у нас порядок. Николай Николаевич Князев, рядовой 682-го мотострелкового полка, воевал в Афганистане в 84-85 годах. Участник 7-й паншерской операции, кавалер Ордена Красной Звезды, член правления Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны». Были добровольцы, были то, что называется у нас добровольно-принудительные. Если человек не хотел или очень сильно не хотел, у него всегда находилась возможность остаться. Городок Выборг здесь, как нас только призвали, 29 сентября 83-го года, трое или четверо суток, нас вывезли на электричке. Выборг, нашу группу построили, если я правильно помню, 96 или 98 бойцов. Временный командир вышел, объявил нам, что мы отправляемся, там тоже своя история, какая дезинформация, зачем она была, как сознательно дезинформировали нас, куда мы действительно идем. Но в любом случае уже все понимали, и нам было объявлено, что в нашей части, то есть там в Выборге, требуются А. краснодеревщики, Б. сварщики, С. повара, по-моему. То есть я вполне мог остаться, но вот я не вышел вперед, понимаете, не остался. Вышли из этих примерно 100 человек, вышло порядка пяти. Те, кто называли маджахеды, у нас в просторечии это назывались духи. Мало того, поскольку мы-то в чем как бы несоизмеримость была. То есть вот вчера, так сказать, только школу закончившие ребята, завтра попавшие в Афганистан в условии реальных боевых действий, а там-то на месте уже матерые мужики. Они пусть бородатые, косматые, в галошах на босу ногу, но это люди, воюющие на своей земле. Они даже ночами, им не нужны были приборы ночного введения. Ну, свою местность, каждый же свою деревню знает и может ходить в ней в условиях ночи, так сказать, без применения приборов ночного введения. Согласны? Ахмад Шах, собственно говоря, очень быстро сформировал, все эти формирования перевел на уровень, так сказать, полноценных войсковых подразделений. У него все вплоть до формы. До формы все было подчинено общим, так сказать, даже зарядки. Даже зарядки делали они с утра. Вот эти самые то, что называлось банформирование. Почему? Потому что Ахмад Шах, ну, во-первых, надо отдать должное его уму, его, так сказать, личным качествам, в первую очередь. И, во-вторых, у него имелись личные ресурсы. Он в определенной степени, в серьезной степени был независимым. Что ему обеспечило эту независимость? Лазуриты и изумруды, находясь на паншере. Поэтому он мог любые образцы вооружения и имущества выбирать у западных поставщиков. Все, в общем, проходили либо серьезный такой полугодичный курс бойцы на территории Советского Союза, у нас более укороченный, это КМБ, называлось «Курс молодого бойца» на территории Туркво, Туркестанский военный округ, Туркменский СССР, город Ялатань. Прямо скажу, полноценной боевой подготовки не велось на территории Советского Союза, Туркво. Единственное, к чему нас усиленно привлекали, это к работам подъемным. Как на территории части, в целях ее благоустройства, так и в интересах ближайших, что называется, бабаев, то есть местных хозяев, учебный полк строится поротно. И начальник штаба говорит, так, тебе сколько, мне пятерых, тебе сколько, мне троих, и все мне, меня, меня. Вот так стоят сотни людей, меня, меня, потому что знают, что его там хозяин накормит, и он будет работать весь день пахать, но зато его хозяин от пуза накормит. Вот это было отношение. За все эти два месяца, если не ошибаюсь, пару раз трехкилометровый кросс сбегали, не стреляли ни разу, только в конце, в феврале, когда нас привезли после перенесенного гепатита, после всего, так сказать, всей вереницы этих лечебных медицинских мероприятий, реабилитации, нам дали по девять патронов, выдали в пустыню, в морозную эту машину на Урале привезли, дали выстрелить девять патронов, три одиночными, шесть патронов очередями, все, точка. Наш 682-й полк мотострелковый, мы прибыли через четверо или пятеро суток марша, прибыли в Баграм, и месяц подготовки, ну, условно говоря, учебно-боевые выходы, так называемые, в Черекарской зеленке, в Баграмской, и ровно через месяц, 20 апреля, с началом армейской операции на Паншире, нас в этот полк вели туда, мы вошли, и, собственно, там на четыре года этот полк и остался. Пунктом постоянной дислокации был кишлак Руха. Мы жили прямо вот в этих духовских домах, в этой местности регулярно проводились операции, и, начиная с 80-го года, по одной, по две армейской операции. Напомню, что это Высокогорье, Паншир, ну, скажем, ну, зима. Это зима, любой снегопад на равнине, а в горах этот снегопад, это за одну ночь там, не знаю, вам по пояс снегу выпадет, понимаете, и поэтому в горах в таких условиях не просто тяжело передвигаться, а, ну, невероятные усилия нужно прилагать. Очень незначительный опыт общения с так называемыми мирными, ну, скажем, на уровне, если мы колонной куда-то выезжали в Черекарку, вот, кишлак проезжаем, гульбахор, на 10 минут остановились, подбегает карапуз какой-то, мальчонка, ну, бача, как дела? Все нормально, ну, он там по-русски, нашими солдатами обучен уже давно, там, трехлетние карапузы уже знают во всех нюансах русский язык, отвечают, что все у них нормально, и тут же говорят солдат, что есть, что надо, то есть идет торговля бойкая, ну, кинешь ему, бросишь банку сгущенки, вот на таком уровне не более. Естественно, никому в ум не приходило воевать с мирным населением. Это бой 30 апреля 84-го года, мой батальон попал в засаду, я вот в составе этого, этой боевой группы не был, хотя это мой батальон, просто мы были откомандированы в распоряжении, ну, то есть по соседству рядом, но, тем не менее, другая задача, и моя рота, и мой батальон понесли тяжелые потери, в интернете звучит очень часто, с легкой руки одного товарища, безответственно, так сказать, бросающегося цифрами и данными, прозвучала цифра 87, это неправда, дело в том, что вся правда заключается в том, что мы до сих пор, спустя 36 лет, не можем даже точную цифру установить истинных потерь, то есть точная цифра погибших в этом бою, точная цифра раненых, и вот мы этим занимаемся. А второй эпизод, это последние боевые действия мои, на которых я подорвался, приказ об увольнении моего призыва был, ну, числа, сейчас не помню, числа 26 сентября, примерно так, 85-го года, а 10-го октября, поскольку я служил в разведзводе на операции, так называемой Шутульской операции, то есть такие, это ущелья, прямо примыкающие к Салангу, это высоты, то есть вот мы передвигались в снегах, я просто вам скажу, в ночь с 16-го на 17-е октября, 10 суток шли по этим горам, и с 16-го на 17-е октября в ночь мы шли по высотам 4 500-4 600, без каких-то, без какого-то специального высокоговорного снаряжения, у нас ни снегоступов, ни кошек, ни веревок, ничего, вот, ну, просто получили такую задачу, пехота вперед, я подорвался в последний день, 19-го октября, уже будучи, ну, собственно говоря, что у нас, как называлось, ну, дембель советской армии, могли уже на боевые-то и не ходить. Взвод у нас небольшой, там, насколько я помню, 18 человек, штатный состав, но у нас 7 дембелей, и плюс человек там 6, и пришло молодых, вот, в августе, вот за месяц до этой операции, соответственно, пойдут молодые, пойдут ребята, так сказать, средней этой возрастной группы, да, призыва, а все дембеляне пойдем, и что там с ними будет. Я на противопехотной мине подорвался вот в последний день этой операции шутульской, вот, ребята меня вынесли, вынесли ночь, в середине ночи меня доставили в ПМП, полковой пункт, полковой медпункт, там ночь перекантовали как-то, и с утра вертушка, и в Баграмский медсанбат, и оттуда уже я пошел порядка года по госпиталям. Почти за три года до вывода войск, основные политические моменты между двумя противоборствующими лагерями были обозначены, да, и оформлены в виде Женевских соглашений. Значит, вывод войск, он не был поспешным, каким-то, ну, скажем, это совсем не как история с американскими войсками Вьетнами. Наши же войска выходили планово, по заранее установленным маршрутам, график установленный, четко, с распущенными знаменами, всех ребят своих поздравлял ровно с этим. Что, ребята, нам, в отличие от многих других, стыдиться нечего, нам есть что помнить, и вот, и поэтому с этим мы и живем. Мне довелось, спасибо Александру Сладкову, он поспособствовал тому, чтобы в 12-м году осенью я попал в состав его съемочной группы, съездили на места нашей боевой юности, на Паншер, в Кабуле. Подходили просто вот прохожие на улице, вот чем ценны эти впечатления. И молодежь, а что особенно ценно, подошел Бобо, дедушка, ну, весь седой, в белом, ну, ему не меньше 70 лет было, это 12-й год. И понятно, что он в 80-е годы, это был уже зрелый человек. И как-то он, откликнувшись, увидев вот эту нашу какую-то такую оживленную беседу какие-то громкие, подошел, ну, народ простой. Он говорит, что, откуда? О, шурави! И сразу говорит, ну, естественно, переводчик включается. Бобо говорит, вот, американцы-то скоро уйдут, когда вы к нам вернетесь, чтобы навести у нас порядок. Я, конечно, я просто в голос там громко засмеялся и сказал, нет, Бобо, теперь своими силами, пожалуйста. Вот, ну, так мы как-то все по-дружески, по-приятельски поговорили. Ветераны, то есть люди, прошедшие войну, но вернувшиеся с нее, ну, скажем так, на своих ногах. Ну, может быть, я жестко скажу, но, ребята, надо радоваться и каждый день славить Бога, что вы вернулись, ну, более-менее здоровыми, на своих ножках, а, следовательно, имеете возможность, ну, как-то заработать себе на жизнь. Даже в этих жутких условиях, которые нам предложило наше государство, да, с начала 90-х годов. Ребята, у вас есть здоровье, руки-ноги, зачем плакать-то об этом? А вот инвалидам, вот тех, кто... У нас же есть тяжелейшие люди. Во-первых, сколько уже похоронили мы народу? В 87-м году я первого похоронил после Афгана, уже здесь, так сказать, в нашей мирной жизни, Пашу Аксенова, ему было 24 года. За эти годы я уже больше 60 человек, только из близких, из знакомых, из друзей, с кем служили. Более 60 человек я лично, персонально похоронил, понимаете? Поэтому, если бы у нас была такая государственная институция, такая учреждение, которая занималась целиком проблемами, вопросами во всех аспектах, и социальное обеспечение, и здравоохранение, и, так сказать, и статистика в том числе, и помощь в организации малого бизнеса и тому подобное, в Америке, так нелюбимой нашим правительством, такая институция и есть. А у нас, мы все 30 лет колотимся, мы регулярно ставим этот вопрос перед правительством. Даже, так сказать, в моральном смысле государство не сделало ничего, что могло бы сделать с точки зрения отдания каких-то, дания памяти и уважения, не словами, не дежурными словами. Мы же не слепые, мы же не дети, видим, как у нас из года в год происходит только на 15 февраля, только в связи с 15 февраля, на денек вспомнят, а потом, ребята, живите, как у вас получится, так и живите.